Богородица в технике аппликация, звезды эстрады на вязаном коврике, текстильные куклы Гоголи Пушкин, художники, которые работают в жанре наивного искусства, обращаются к близким и понятным каждому способам выражения. Наивное искусство часто путают с примитивом, с примитивизмом, с народным творчеством, с самодеятельным творчеством, но оно имеет индивидуальный исток. По сути, по форме это, конечно, самодеятельное творчество, потому что оно все сделано непрофессионалами. Мы видим настоящее искусство, потому что оно доходит до сердец, до наших эмоций, оно нас волнует и дает какие-то новые черты понимания мира. Это замечательное собрание, Дом творчества имени Поленова в Москве, и здесь собраны удивительные коллекции самородков со всей России. Это действительно уникальные произведения, которые дают пищу для размышления и для творчества профессиональных художников. Мы хотели сделать акцент на уральских художников. Это то, чем должны гордиться земляки, эти художники, и действительно они имеют мировую славу. По-детски непосредственно и открыто художники-самоучки рассказывают историю своих творческих исканий. Представленные на выставке работы входят в мировую энциклопедию наивного искусства. Наивные художники зачастую занимались творчеством, когда у них появлялось свободное время, то есть когда они выходили на пенсию. Не все, например, Катя Медведева, она начала в 37 заниматься творчеством, но зачастую, да, это, как во Франции говорят, художники выходного дня. Когда мы все-таки посещаем музей, выставку, но мы приходим и видим какое-то академическое такое искусство, мы уже подготовлены. А тут ты приходишь и ты совершенно очарован вот этой простотой, наивностью и не ожидаешь совершенно вот такого всплеска. И получилось очень ярко. Наивное искусство от простого рукоделия отличает наличие художественного замысла, а также собственного стиля исполнения. Именно поэтому даже людям, не искушенным в современном искусстве, будет интересно за внешней простотой работы увидеть авторскую идею.